акустические системы урал ничего лишнего только звук привет меня зовут андрей сегодня хочу вам рассказать о том как подобрать акустические системы для вашего автомобиля начнем наверное с того вообще какие параметры указывает производитель на своих динамиках какие динамики вообще бывают ну а дальше уже плавно перейдем к тому как их правильно подобрать основной наверно параметр динамика как правило указывается на нем производителем это мощность частотный диапазон чувствительность номинальное сопротивление и размер соответственно как эти параметры влияют на выбор мощность как правило производитель указывает максимальную номинальную мощность желательно чтобы мощность динамика превышала мощность того устройства которое будет подключаться либо это будет непосредственно головное устройство там сиди проигрывать или медийный центр либо дополнительный усилитель запас по мощности динамиков должен быть какой ну я бы рекомендовал процентов 20-30 превышение по максимальной мощности это уже как бы допустимый предел больше тоже хорошо но не всегда устройство которое вы включаете динамик можно будет его вывести нормальный уровень громкости следующий параметр чувствительность динамика это как раз тот параметр который характеризует то насколько громко он будет звучать вашем автомобиле разница в чувствительности всего лишь в 3 децибела дает увеличение громкости в два раза то есть динамика чувствительностью 89 децибел будет играть два раза тише чем динамика чувствительностью в 92 децибела следующий параметр номинальное сопротивление как правило 90 процентов всей автомобильной акустики имеют сопротивление 4 ома это обуславливается в первую очередь тем что все главные устройства рассчитаны как раз на такую нагрузку и при подборе динамика его сопротивление не должно быть ниже допустимой нагрузки на том устройстве которому вы подключаете частотный диапазон чем шире тем лучше динамик будет отыгрывать весь спектр звуковых частот размер это параметр который наверно задает ваш автомобиль во многих автомобилях и штатные места соответственно штатные места предназначены для того или иного типа размера динамика современно это как правило 16 сантиметров расположение динамика в передние задние двери задняя полка есть еще такой типоразмер 16 на 24 сантиметра или 6 на 9 дюймов как правило они устанавливаются заднюю полку и динамики диаметром 20 сантиметров применение более узкая но сейчас уже появляются автомобиля с такими штатными местами вообще размер динамика соответственно чем больше динамик тем лучше отыграет низкие частоты поэтому при выборе акустики ваш автомобиль можно уйти от рамок штатных мест и попытаться изготовить некая некий подиум либо проставочное кольцо для того чтобы поставить на них максимально возможного диаметра соответственно будет играть более басовито и вы будете получать больше удовольствия такого звука типа динамика какие они бывают коаксиальные динамики это как правило динамики в которых сразу соосно стоит несколько излучателей среднечастотных высокочастотных низкочастотных так называемые коаксиальные динамики преимущество их в том что они достаточно просто монтируется недостаток в том что как правило штатные места передняя часть автомобиля это нижняя часть двери и вы че излучатель оттуда будет очень плохо слышен компонентная система состоят как правило из нескольких динамик это динамика который отвечает за воспреждение низких и средних частот и высокочастотный динамик или пищалка также как правило в комплекте идет фильтр или кроссовер который делит полосу частот на составляющие на высокочастотную для пищалки и среди низкочастотную для ну как бы в основном краткий ликбез по акустике я вам рассказал дальше наверное перейдем уже непосредственно к тому как подбирать акустическую систему ваш автомобиль ну первый критерий понятно это типоразмер ваших штатных мест и возможности если их можно увеличить конечно стараться поставить динамики максимально возможного размера следующий критерий ну понятно сейчас тяжелые времена это бюджет самой системы если вы ограничены в каких-то своих финансовых возможностях то самое простое решение это головное устройство передние и задние акустика передние динамики как правило коаксиальные задние тоже коаксиали на максимально возможного диаметра чтобы они хорошо отыгрывали низкие частоты как правило в таких системах применяется передние там либо 16 либо 13 коаксиалы для штатных мест назад ставится динамик диаметром 16 на 24 сантиметра для того чтобы максимально отыгрывать басы для таких систем я вам рекомендую использовать акустику серии урал классик она отличается очень высокой чувствительностью хорошей передачи низких частот и просто с головного устройства вы получите достаточно достойное звучание вашем автомобиле при этом потратите там минимальную сумму денег следующий уровень системы если мы поменяем переднюю коаксиальную акустику на двухкомпонентную систему что нам это позволит получить но во-первых пищалку можно будет вынести как можно выше и направить ее на слушателя тогда мы не получим потерь в области высоких частот мидбас будет играть двери соответственно система как правило такого уровня уже чуть более качественные и весь спектр частот отыгрывают очень достойно при увеличении бюджета на формирование звука в автомобиле можно добавить усилитель можно добавить сабвуферную систему достаточно бюджетный в том числе вариант системы которая будет играть уже достойно это головное устройство фронтальная двухкомпонентная система и вместо задних динамиков либо задние какие-то небольшого размера в качестве подзвучки может в багажник поставить активный сабвуфер это вам позволит разгрузить всю акустику которая играет в салоне по низкой частоте соответственно они не будут передавать искажения за низкую частоту будет отвечать активный сабвуфер который расположится в багажнике соответственно получает весь спектр частот хорошую на нормальную музыку за небольшие деньги следующий уровень системы если вы хотите получить и громкий и качественный звук можно добавить усилитель как правило состав тактик систем это уже двухкомпонентная система достаточно высокого уровня усилитель тыловая подзвучка и можно использовать уже дополнительно сабвуферную систему который также будет включаться через усилитель ну и совсем уж для любителей громкого звука последнее время появилась так называемая эстрадная акустика как правило она отличается очень высокой чувствительностью и при той же самой подводимой мощности играет очень громко вполне хватает даже для озвучания улицы эстрада как правило громче обыкновенных коаксиальных компонентных систем но как минимум в два раза чувствительность там на 3 а то и на 5 децибел больше чем у стандартных коаксиальных динамиков в этом ее достоинство она играет громче но как правило динамики эстрадные не отыгрывает бас здесь нужна в любом случае сабвуферная поддержка ну какие рекомендации по комплектам повторюсь уже если это бюджетная система то акустика серии classic фронтальные коаксиальный фронт или компонентная акустика назад блины при чуть большем увеличении бюджета активный сабвуфер вместо блинов назад подзвучка еще при увеличении бюджета это компонентный фронт серия а к играет очень достойно без усилителя тоже неплохо но полностью себя раскроет конечно если вы подключите внешний усилитель и эстрадная акустика если выходить очень громкий звук в том числе для того чтобы озвучить улицу выбирайте урал просто надежно и мощно акустические системы урал ничего лишнего только звук а